АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Радиоактивное излучение после взрыва на Чернобыльской АЭС был больше, чем при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Причиной катастрофы являлась неудачная конструкция реактора и недостаточно хорошо обученный персонал. Таким образом, эта авария стала самой страшной трагедией, произошедшей по вине человека. Радиоактивное излучение после взрыва вышло далеко за пределы СССР и стало одной из основных проблем европейского здравоохранения. Беременным женщинам рекомендовалось сделать аборт, так как был очень высок риск родить детей с отклонениями. Но все-таки многие старались скрыть свое интересное положение и рожали детей вопреки предупреждениям ученых и медиков. И в большинстве случаев именно ученые в итоге оказывались правы, и на свет появилось множество детей с тяжелейшими генетическими девиациями. На долю Беларуси, граница с которой проходит всего в 10 километрах от места событий, пришлось 70% радиоактивного загрязнения. Саркофаг – это защитное сооружение, которое было возведено над блоком станции для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение излучения. До сих пор над четвертым энергоблоком, где и произошел взрыв, строится второй саркофаг, так как построенный сразу после аварии начал разрушаться. Новый саркофаг должен прослужить людям около 100 лет. Кроме этого, консервируются реакторы и наиболее зараженное оборудование. Для захоронения ядерного топлива строятся специальные бассейны. Территория близ Чернобыля оказалась наиболее привлекательна для различных животных – кабанов, лосей, орлов. А вот для обитания людей, по мнению ученых, эта область будет непригодна ближайшие 20 тысяч лет. Многие истории о чернобыльских мутантах доказаны реальными фактами, ведь достаточно часто подобные мутации до сих пор встречаются у домашнего скота, подвергшегося излучению, либо питавшегося на лугах зараженных радиацией. 800 тысяч человек. Такое количество людей было задействовано при ликвидации аварии и ее последствий. На сегодняшний день 25 тысяч из них мертвы, а 70 тысяч – инвалиды. Одними из самых первых пострадали пожарные, которые прибыли тушить пожар без каких-либо средств защиты от радиации, так как не имели понятия о том, что именно произошло. Все они скончались в течение нескольких дней и были похоронены в свинцовых гробах из-за высокого уровня излучения. Около 500 человек. Таково количество проживающих на сегодняшний день в пределах зоны отчуждения. Это преимущественно старики, которые могут выбрать себе любое жилье в заброшенном городе. Они вынуждены выживать как могут, поэтому занимаются браконьерством, собирают грибы в чернобыльских лесах, ловят рыбу в реке Припять. Иногда собранный жителями зоны отчуждения урожай ужасает, ведь некоторые грибы имеют нереально большие размеры, да и пойманная в реках рыба просто огромна. Помимо того, что местные жители употребляют свою добычу в пищу, они еще и вывозят ее на продажу на стихийные рынки. Не более двух недель. Таково возможное время пребывания человека, близ места аварии, безопасное для здоровья человека. Поэтому при проведении каких-либо работ в зоне отчуждения ученые не превышают этот лимит. Чернобыльская катастрофа, по мнению ученых, да и потому, что до сих пор можно наблюдать в зоне отчуждения, будет напоминать о себе еще не одному поколению. И далеко не все ее последствия уже проявили себя в полной мере. Чернобыльская катастрофа – самая тяжелая техногенная авария истории человечества. Для многих будет неожиданностью, но после аварии она работала еще до 2000 года. Все из-за того, что нельзя просто так остановить реакторы и, грубо говоря, выключить станцию. Даже сейчас атомную электростанцию условно можно считать действующей. О жизни в окрестностях ЧАЭС не стоит говорить еще 24 тысячи лет. Нет сомнений в том, что Чернобыль – место увлекательное, но и во многих отношениях жуткое. Если описанное выше вас не убедило и вы готовы рискнуть своим здоровьем, то можете присоединиться к примерно 70 тысячам человек, которые ежегодно посещают Чернобыль в качестве туристов. Продолжение следует...